Я сейчас не буду заниматься выдачей слайдов, давайте я сейчас буду заниматься эфиром, а потом мы со всем остальным разберемся. Договорились? Сейчас давайте мы с вами будем заниматься работой уже. Так, 405 человек онлайн, замечательно, запись идет, все хорошо, только вот соответственно у нас с вами, вы имеете ввиду вот сюда поставить его? Так, ну в теории можно, ну нет, тогда я его видеть не буду, нет. Так, друзья, давайте сейчас мы закончим технические вопросы. Кто готов к огненному эфиру, кто готов к огненному контенту и кто готов к огненным результатам сегодня? Напишите, готов или готова. Давайте. Все, отвлекаемся от технических вопросов, переключаемся на рабочие рекрутинговые вопросы, потому что все, что сегодня я буду давать вам, связано с рекрутингом. Итак, поехали, дорогие мои. Первый вопрос к вам. Кто вчера выполнил бонусы дня? Напишите, сколько номеров телефонов вчера собрали? Сколько номеров телефонов? Напишите цифру, сколько номеров телефонов вчера собрали? Посмотрите, сколько номеров собрали участники. Сколько номеров? Вау, круто, просто бомба. Ольга, 10 номеров. Круто, Ольга. Вау. Наталья Перебякина, 10 номеров. Галия, 7 номеров. Супер. Ольга Самсонова, 10 номеров. Браво, браво. Посмотрите, какие результаты. Посмотрите, какие результаты у наших участников. Какие вы молодцы. 8 номеров у Снежаны. Прекрасно, прекрасно, друзья. Ашот, 2 номера. Туэра, 3 номера. Людмила, 2 номера. Бомба. Да, друзья, это очень круто. У вас сногсшибательные результаты. Я вижу, что наша группа собрала несколько сотен номеров телефонов за один день. А вы представляете, сколько вы сможете собрать номеров телефонов впоследствии, когда руку набьете, аккаунты, соответственно, прокачаете. Когда вы поработаете над навыком, то есть просто научитесь этому. Вы представляете, насколько это круто? Какие вы молодцы? Насколько вы правильное решение приняли, то, что включились в рекрутинг как соблазнение? Кто молодец? Кто молодец? Напишите, я молодец. Да, да, дорогие мои. Отлично, отлично. Действительно, вы молодцы. Отлично поработали. Отлично поработали. Отличная работа. Так держать. Можете собой смело гордиться, дорогие друзья. Что обсуждаем сегодня? Я вам дам сегодня план звонка, благодаря которому у вас будет вот такая статистика. Я сегодня раскрою вам маленькие секреты и малозаметные детали, которые позволят вам увеличить количество людей, которые будут приходить по телефону на встрече. Я сегодня покажу вам некоторые фишки по работе с возражениями и дам краткую информацию о системе рекрутинга. И те люди, которые готовы погружаться в рекрутинг по полной программе, уже смогут это сделать прямо сегодня и получить бомбовые бонусы дня. Потому что это связано с вашим обучением рекрутингу. И справедливо будет дать за это бонусы дня тем людям, которые самые-самые настроенные на рекрутинг и настроенные на обучение этому процессу, этому навыку. Поэтому сегодня, друзья, слушайте меня очень внимательно до самого конца. Кто будет сегодня слушать меня до конца? Потому что мы закончим примерно через час где-то в 10-30 каких-то 5 очков. А то вот некоторые участники подумали, что теперь они за скриншоты будут 5 очков получать. Нет, за скриншоты вы 5 очков получать не будете. Вы будете получать 5 очков за присутствие на прямом эфире, а не за скриншоты. А скриншоты улыбальник – это просто милая, как это правильно сказать, милая традиция, милое увлечение, милый прикол, который мы с вами делаем. Итак, готовы делать скриншоты с улыбальником? Поехали! Отлично! Отлично! Ну, я надеюсь, вы успели сделать скриншоты, а мы с вами тем временем идем дальше. Мы с вами тем временем идем дальше, и сегодня, друзья, мы вспомним схему рекрутинга. Вы помните, знакомство. Вчера мы уже с вами выяснили один метод знакомства. Мы научились знакомиться с людьми посредством социальных сетей. Этого недостаточно, чтобы стать великим рекрутером, потому что нужно научиться оформлять свой аккаунт, писать продающие посты, делать правильный контент, проводить продающие прямые эфиры и набирать аудиторию. Обо всем об этом я рассказываю в системе рекрутинга «Отта до я». Но мы коснулись этого вопроса. Мы знаем, что есть еще другие три метода. Это работа с теплым кругом, это работа по рекомендациям и работа с холодными контактами, то есть знакомство со знакомыми людьми. Вот их-то как раз-таки я и преподаю, и даю эту информацию в системе рекрутинга «Отта до я». Поэтому, если вам интересны все методы рекрутинга, и вы хотите узнать все подходы, которые возможны, обязательно записывайтесь прямо сегодня. Сегодня мы разберем с вами второй этап в схеме рекрутинга. Это звонок. Звонок – это очень-очень важно. Почему? Потому что звонок, несмотря на то, что, казалось бы, мы живем в век социальных сетей, в век переписок, мы живем в век мессенджеров, «Звонок не утратил своей актуальности». Звонок продолжает быть чрезвычайно важным. Звонок очень важен, потому что он лучше, чем переписка. Объясню вам, почему звонок лучше, чем переписка. Звонок лучше, чем переписка, потому что звонок короче, а переписка может растянуться. И поэтому, когда вы делаете звонок, это занимает короткое время, а на переписку могут уйти целые часы. И это реально большая проблема. Вторая причина, почему телефонный звонок так важен, связана с тем, что благодаря звонку вы можете влиять на состояние человека и его настроение интонациями. И сегодня мы с вами этим потренируемся. Сегодня мы с вами будем этим активно заниматься. Уже завтра мы будем разбирать с вами первую встречу, и впоследствии мы разберем с вами остальные элементы. Но самую глубокую подробную информацию получат, конечно, те, кто запишутся и пойдут на систему рекрутинга АТАДАЯ. А я знаю, что многие уже ждут информацию про систему, потому что она им интересна. Друзья, кому интересна информация про систему рекрутинга АТАДАЯ, и кто ее ждет, напишите «Жду». Кому интересна, и кто ее ждет, напишите «Жду». Посмотрите, сколько людей ждут систему уже. Посмотрите, сколько людей. Да-да-да, дорогие мои. Отлично. Сегодня мы о ней вкратце поговорим, а подробно мы о ней поговорим в субботу. Итак, телефонный звонок. Почему он так важен, я вам объяснил. Две главных причины, почему телефонный звонок не утратил своей актуальности, и нам нужно уметь делать телефонные звонки. Первое. Потому что звонок короче, чем переписка, и во время звонка человек не может вам не ответить. Ему нужно ответить, когда вы задаете ему какой-то вопрос и с ним разговариваете. Вторая причина. Потому что во время телефонного звонка вы влияете на человека интонацией. И таким образом вы закрываете больше сделок, потому что можете сильнее повлиять на человека. Вот почему звонок – это очень важно. Какие базовые идеи нужно знать? Первое. Во время звонка ходим, жестикулируем, двигаемся. Это важно, потому что когда мы жестикулируем и ходим, человек чувствует, что мы более уверенные и энергичные. Это работает в плюс, это всегда усиливает ваш телефонный звонок. Второе. Улыбка обязательно. Когда вы улыбаетесь, кандидаты слышат вашу улыбку. И для того, чтобы кандидаты слышали улыбку, нужно улыбаться. Поэтому обязательно всегда улыбайтесь. Валентина Лобанова, еще раз повторяю, слайд виден настолько, насколько это возможно. Потому что у нас проблемы технические. Уже повторяю это десятый раз. Поэтому давайте работаем с тем, что есть. Давайте не будем отвлекаться. И я не думаю, что там две буквы, если вы потеряете, вы не поймете информацию. Третий момент. Время звонка. Две-три минуты. Две-три минуты – это, друзья, достаточное количество для того, чтобы договориться о встрече. Две-три минуты – это более чем достаточно. Потому что, когда вы делаете телефонный звонок, вы, соответственно, можете за две-три минуты договориться о встрече и не тратить лишнее время на бла-бла-бла. Еще одна большая проблема телефонных звонков, которая есть у сетевиков, заключается в том, что много лишнего времени тратится впустую. Сегодня мы научимся с вами избегать этого. Друзья, цель звонка – только договориться о встрече. Цель звонка – только договориться о встрече. То есть вам не нужно рассказывать про бизнес кандидату. Вам не нужно его уговаривать или убеждать. Вам нужно договориться о встрече. Кто это понял, напишите, пожалуйста, слово «договориться». Владимир Волков, звонок не более одной минуты, а две-три минуты. Не более одной минуты – это вы откуда такую информацию взяли? За одну минуту вы не успеете сделать то, что необходимо сделать во время телефонного звонка, Владимир. Может быть, у вас есть какая-то магическая формула телефонного звонка, где вы говорите «бу», и они приходят на встречу. Но я за 15 лет использования вот этой модели, которую я сейчас использую, я, соответственно… Владимир Волков, цель звонка – не пригласить на встречу. Вот видите, Владимир, вы даже не можете точно повторить то, что я говорю. Не пригласить, а договориться. Друзья, чем отличается договориться от пригласить? Владимир, вы на каком-то своем тренинге, и ей-богу, я говорю одно, а вы пишете другое. Чем отличается договориться от пригласить? Чем отличается договориться от пригласить? Нет, договориться – это не точно. Чем отличается договорить? Да, потому что… Анна Олефренко, наверное, правильно. Потому что договориться – это улица с двусторонним движением, а пригласить – это улица с односторонним движением. Да, потому что человек берет на себя определенную ответственность. Да, да, это и есть договоренности. Этим они отличаются от пригласить или назначить встречу. Поэтому, друзья, обратите внимание, как в рекрутинге, как в соблазнении, так и в системе рекрутинга от А до Я. Следите за моими формулировками. Каждое слово от точно и носит конкретное четкое значение. Не переиначивайте слова, иначе вы потеряете смысл. Итак, звонок. Я вот сейчас попробую вот сюда вот, наверное, сдвинуть. Вот сюда вот сдвинуть. Звонок, звонок. Так, друзья, а вы видите экран? Потому что я не понимаю, видите ли вы сейчас экран или не видите его. Видны ли вам слайды? Да, сегодня вот кто-то видит, кто-то нет. Сейчас попробую. Ага, сейчас я попробую. Ну да, сегодня у Телеграма хулиганство. Хулиганство. Так, сейчас я попробую поправить каким-то образом. Экран. Нет, экран. Ну, экран. На экран. У меня со слайдами, я имею в виду. Нет, не видно, да? Так. Окей. Да, все вижу. Нет. Я пытаюсь сейчас включить слайды вам, потому что они вам пригодятся. Конечно, не помешает, Лора. Совершенно верно. Вы абсолютно правы. Так, окей. Идем дальше. Слайдов нет. Так, как же мне вам показать слайды, я вот думаю? А как же мне показать вам слайды? Я сейчас, я сейчас, друзья, подождите. Их потом можно отправить. Мне просто нужно будет вам давать задание тренироваться. Сейчас я вам, сейчас я попробую, знаете, что сделать? Я сейчас, я сейчас попробую, я сейчас попробую, так, использование памяти. Я сейчас попробую кое-что сделать. Так. Так, подождите. Нет, не дает мне ничего сделать. Вот. Сегодня хулиганит Telegram у нас. Ага. Так. Давайте попробую. Хорошая идея. Давайте попробую отключить видео, потому что я вам нужен меньше. А видео вам, а экран вам нужен будет больше. Сейчас я попробую отключить видео. Сейчас один момент. Скрин сюда не поможет. Вы поймите, что чат летит со скоростью света, и скрин улетит наверх, и никто его не увидит. Поэтому скрин не поможет. Да, сегодня видеокомната в Telegram, конечно, удивила. Удивила, удивила. Так, друзья. Давайте, знаете, что попробуем? Давайте я попробую перезапустить ее еще раз. Я попробую перезапустить еще раз. Так. Самая причина, почему люди приходят на встречу, это, друзья, любопытство. Но, поймите, это раз и навсегда. Если вы хотите вытаскивать людей на встречи, то ваша задача вызывать у них эмоцию под названием любопытство. И ваша задача сделать это несколькими важными инструментами. Сегодня мы с вами их потренируем. И сегодня у нас с вами будет тренировка. Запишите, пожалуйста, Елена Чернышева. Когда вы видите красную точку на шторке видеоэфира, это означает, что запись идет. Друзья, кто понял, что у нас сегодня ее есть, Елена? У меня есть. У меня есть запись, так что все в порядке. Друзья, кто понял, что мы сегодня с вами будем тренироваться, напишите слово тренировка. У меня есть точка, все в порядке. Кто понял, что мы сегодня будем тренироваться, напишите слово тренировка. Да, мы сегодня будем тренироваться. Отлично, отлично. Так что будьте готовы идти к зеркалу, когда я дам такую команду. Это важно. Итак, очень важный слайд, друзья. План звонка. Делайте скриншот. Делайте скриншот слайда. Очень важный слайд. План звонка. Приветствия, представления, вопрос о времени, растопка льда, интрига в скобках комплимент, назначение встречи и завершение разговора. Сейчас я покажу вам сам звонок. И для того, чтобы показать звонок, я приглашаю сейчас к диалогу очень важного персонажа. Ее зовут Мария Ивановна. В системе рекрутинга от Ада до Я Мария Ивановна имеет огромное большое значение. И вы с ней еще, те, кто пойдут на систему, вы с ней обязательно познакомитесь. Мы с ней будем тренироваться по полной программе. И вы с ней будете работать тоже. Итак, друзья, я делаю звонок нашей Мария Ивановне. Дзинь-дзинь. 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 Алло. Алло, здравствуйте. Это Мария Ивановна? Да, это Мария Ивановна. Мария Ивановна, это Станислав Санников. Мы с вами недавно летели в самолете Дубай-Москва и разговаривали. Я вам еще рассказывал анекдот про начинающего предпринимателя. Помните меня? Да, конечно, помню, Станислав. Мария Ивановна, найдется пара минут пообщаться со мной? Да, пара минут есть у меня. Замечательно. Как ваше драгоценное настроение? Ой, у меня очень хорошее настроение. Классно, у меня тоже очень хорошее настроение. Замечательно, что совпало. Если не секрет, вы сейчас чем занимаетесь? Я сейчас читаю книгу. О, я тоже очень люблю читать книгу. И вообще читаю разные книги. Обычно по 20-30 штук в году. А скажите, что сейчас читаете? Я читаю сейчас Буратино. Буратино – это очень высокоинтеллектуальное художественное произведение. Замечательно. И как вам вообще? Как ваши впечатления? Ну, я читаю, потому что у меня в гостях внучка. Мне нужно ей читать сказки. И, соответственно, я сейчас читаю книгу для нее. Поэтому вот занимаюсь чтением. Ммм, понимаю. Внучка, да. Внучке нужно читать сказки. А как внучку зовут? Ой, ее зовут Ариночка. Ариночка. Классно. А сколько лет, если не секрет? Ей уже 8 годиков. Она у нас уже взрослая. 8 годиков, Ариночка. Замечательно. Кстати, Мария Ивановна, звоню-то я вам не просто так. У меня есть очень интересный разговор. Минут буквально на 20. Но не по телефону. Есть классный способ дополнительного заработка. А вы мне показались в самолете человеком порядочным и умным. Это так? О-о-о. Я даже не знаю. Ну, наверное, да. Со стороны-то виднее. Отлично. Вот именно поэтому я вам и звоню. Давайте сохраним интригу. До встречи. А при встрече я все расскажу и покажу за 20 минут. А вы посмотрите. Как вам идея? О-о-о. Ну, вообще можно. Конечно. Супер. Вам завтра удобнее первая или вторая половина дня? Завтра? Завтра, наверное, вторая все-таки. Замечательно. Тогда давайте завтра в 17 часов где-нибудь в центре. Да, можно. Вот в кафе Ромашка, например. Да, супер. Кафе Ромашка на улице Ленина, дом 1. Я записываю. Завтра мы с вами в 17 часов встречаемся в кафе Ромашка на улице Ленина, дом 1. А с утра я вам еще позвоню и напомню. Договорились? Вот да, договорились. До завтра? Вот да, до завтра, Станислав. Все, друзья. Вот вам, пожалуйста, телефонный звонок. Обращайте внимание очень важные моменты. Три важных момента, на которые нужно обращать внимание. Первое – это интонации. Второе – это слова. И третье – это общая структура, это сам план телефонного звонка. Сейчас мы с вами будем все это, друзья, тренировать. Итак, приветствия. Через улыбку и интонацию в голосе мы передаем уверенность, позитив, энтузиазм. Мы говорим не «Здравствуйте», а мы говорим «Здравствуйте». Давайте потренируемся на 3-4 все вместе с улыбкой китайского пчеловода. Включаем режим китайского пчеловода. Вот он. Это китайский пчеловод. Итак, режим китайского пчеловода. Здравствуйте. 3-4. Здравствуйте. 3-4. Здравствуйте. Всегда уверенно, четко, с энтузиазмом. По первым секундам кандидат оценивает, пойти за вами или не пойти. Если вы это делаете, можете идти устраивать вахтерам. Я ничего против работы вахтерам не имею, но людям, которые не улыбаются по телефону, точно никаких шансов в сетевом маркетинге преуспеть нет. Потому что улыбка определяет, придет кандидат на встречу или не придет. Второе. Представление. Представление. Всегда представляемся и напоминаем, откуда мы. Потому что если у кандидата в голове нет определенности, с кем он разговаривает, он испытывает недоверие к вам. Этого быть не должно. Меня зовут Вася Пупкин, я оттуда-то, оттуда-то. И вопрос о времени. Проверяем, готов ли человек сейчас с нами разговаривать. Никогда, никогда, никогда не начинайте разговор, пока вам кандидат не подтвердил, что у него есть две минуты на разговор с вами. Как только он подтвердил, он будет уже готов вас слушать. Поэтому спрашивайте, у вас сейчас есть две-три минуты пообщаться со мной? Некоторые стильки спрашивают так, могу я у вас отнять время? Или можно у вас занять две минуты? Или я вас не отвлекаю? То есть сразу в подчиненное такое, знаете, положение какого-то, извините, терпилы, да, который звонит и клянчит две минуты. Вы не для этого звоните. Вы звоните, сделает крутое, мощное, деловое предложение в вашу компанию. Вы голосом передаете то, что вы миллионер. Вы голосом передаете то, что вы успешный человек. Напишите сейчас в чате, я успешный человек. Напишите прямо сейчас в чате, я успешный человек. И интонации это передавайте. И передавайте интонации. Да, если вы этого не делаете, то кандидаты пойдут ко мне в бизнес, а не к вам. Потому что я разговариваю, и они чувствуют по интонации, как я с ними разговариваю. Разговариваю уверенно, с улыбкой, с энтузиазмом, с энергией. Вот как нужно разговаривать с кандидатами во время телефонного звонка. Отлично, отлично, супер. Вопрос гениальный, а зачем успешному человеку звонить? А он успешный, потому что он звонит. Вы что думаете, что успешные люди не звонят, да? Гениальный вопрос. Гениальный вопрос. Вообще, иногда реально лучше жевать, чем говорить. Друзья, что мы делаем сейчас? Что мы делаем сейчас? Мы сейчас с вами идем на тренировку. Тренировка. 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 Две минуты. Вы переписываете, переписываете то, что я вам дал. Что здесь? Друзья, скажите, пожалуйста, видите ли вы сейчас меня? Потому что Телеграм продолжает хулиганить, хоть и не так страшно, как до этого. Видите ли вы сейчас меня? Ага, не видите. Сейчас, надеюсь, Телеграм все-таки покажет мое светлое личико. Кто-то видит, кто-то не видит. Да, сегодня хулиганит по полной программе. Первый день. До этого вообще все как часы работало. Так, окей, окей. Идем дальше. Идем дальше. Теперь, друзья, переходим к самой сложной части телефонного звонка. Самая сложная часть телефонного звонка – это, дорогие мои, у нас с вами растопка льда. Растопка льда – это тот элемент звонка, когда нам нужно подготовить кандидата к тому, чтобы начать с ним разговаривать. Растопка льда. Так, Эльмир Алискерова, а зачем вы поднимаете руку постоянно? Вот как вот не зайдете, третий день уже поднимаете руку. Вы что-то сказать хотите? Хотите у меня отнять микрофон? Поднимаете, поднимаете руку. Интересная такая. Отлично, я рад, что и меня видны и слайды. И теперь шаропат поднимает. Замечательно. Друзья, растопка льда. Для чего она нужна? Она нужна для того, чтобы подготовить кандидата к разговору. Для того, чтобы настроиться с ним на одну волну. Здесь нам потребуется такое понятие, как открытые вопросы. Открытые вопросы. Кто такое открытые вопросы? Вообще, а кто знает разницу между открытыми, закрытыми и альтернативными вопросами? Поставьте, пожалуйста, плюсик те, кто знают, и поставьте, пожалуйста, минусик те, кто не знают. Кто знает, а кто не знает. Плюсик те, кто знают, и минусик те, кто не знают. Вот, друзья, у меня целый урок по разным видам вопросов. Я вижу, группа разделилась. Целый урок по разным видам вопросов в системе рекрутинга от А до Я. Давайте проверим, давайте проверим. Скажите, пожалуйста, вот я вам сейчас… Да, Людмила, хороший, вот вы молодец, очень правильный вопрос формулируете. Хочу узнать, правильно ли я знаю. Да, это отличная идея. Давайте проверим. Друзья, смотрите. Например, такой вопрос. Который час? Вот я задаю вам вопрос. Который час? Это открытый или закрытый вопрос? Так. Ага, 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 отлично. Это открытый вопрос. Хорошо, друзья, задаю вам второй вопрос. Задаю вам второй вопрос. Задаю вам второй вопрос. Давайте так. Сколько времени вы живете в этом городе? Это открытый или закрытый вопрос? Отлично, друзья. Вижу, что не все знают правильно. Правильный ответ. Оба вопроса были открыты. Оба вопроса были открыты. Почему? Открытые вопросы – это вопросы, на которые невозможно ответить да или нет. Нам с вами нужно, если на него надо ответить, значит, открытый. Татьяна Николаева, а на любой вопрос надо ответить. Потому что если вы не будете отвечать на вопрос, это значит, что вы, скорее всего, психически вызываете подозрения. Если вам люди задают вопросы, а вы на них не отвечаете. Закрытый вопрос – это вопрос, на который можно дать ответ да или нет. Открытый вопрос – это вопрос, который подразумевает развернутый, открытый ответ. Друзья, кто хочет научиться пользоваться тремя видами вопросов и четко точно знать, где использовать открытые, где использовать закрытые, а где использовать альтернативные вопросы, напишите «хочу» в чате. Напишите в чате «хочу». Почему? Потому что это очень важный навык. Это очень важный навык. Мы его проходим в системе рекрутинга от АДАЯ. В системе рекрутинга от АДАЯ есть целый урок, посвященный этому вопросу. Так вот, давайте сегодня поговорим о растопке льда. Это пять открытых вопросов. Делайте скриншот слайда. Да, Людмила, хорошее намерение, хороший настрой у вас, мне нравится. Пять открытых вопросов. Как настроение? Чем сейчас занимаетесь? Какие планы на завтра? Вы сейчас где находитесь? И еще от одного до трех производных открытых вопросов из ответа собеседникам. То есть, Марья Ивановна, как ваше настроение? Ой, у меня хорошее. У меня тоже хорошее. Классно. Чем сейчас занимаетесь? Ой, я сейчас готовлю блинчики. О, блинчики. Как я люблю блинчики. Классно. С чем блинчики у вас будут? Ой, у меня блинчики сегодня будут с повидлом. Ой, наверное, пальчики оближешь. Классно. Блинчики с повидлом – это бомба. Кстати, а какие у вас планы на завтра? И так далее. Обратите внимание, ни на один из вопросов, из пяти вопросов, которые вы видите на слайде, невозможно ответить да или нет. Они подразумевают то, что кандидату нужно что-то говорить. И когда вы получаете от него ответы, вы цепляетесь за эти ответы и можете получить от кандидата, соответственно, информацию, которая позволит вам сделать следующее. И посмотрите, что нужно делать во время растопки льда. Ой, здесь этого нет. Друзья, я вам скину видео. Я для вас скину крутое, классное видео в чат про растопку льда. Смотрите. Вам нужно делать так называемую вербализацию. Что такое вербализация? Вербализация – это когда вы повторяете слова собеседникам. Ой, я готовлю сегодня блинчики. Ммм, вы готовите сегодня блинчики? Классно. А с чем блинчики, если не секрет? О, у меня блинчики сегодня с повидлом. О, блинчики с повидлом. Замечаете? Я постоянно повторяю слова собеседника. Зачем? Чтобы найти общий язык. Друзья, кто понял, что означает найти общий язык? Кто понял, друзья, что означает найти общий язык? Найти общий язык – это общие слова и интонации, а помогает нам в этом растопка льда. Поэтому никогда, никогда, никогда не начинайте разговор по делу, пока вы не растопите лед и не настроитесь на одну волну. Друзья, отлично. Это не просто поддерживать разговор. Поддерживать разговор – это значит, что вы ведетесь на разговор, который кто-то ведет. А вы сами ведете разговор. А кто ведет разговор, друзья? Запомните, ведет разговор тот, кто задает вопросы. Ведет разговор тот, кто задает вопросы. Вот почему, друзья, так важно настраиваться на одну волну вместе с кандидатом благодаря растопке льда. И если вы хотите отработать навык и узнать, что такое растопка льда, что такое комментирование, что такое вербализация, что такое эхо, что такое, например, 70 на 30 правила. Это все про растопку льда. Обязательно записывайтесь на систему рекрутинга от А до Я. Но сейчас давайте потренируемся, как мы с вами поняли и как мы уловили, потому что нас дальше ждет очень важная часть звонка. Итак, поехали, друзья. Сейчас мы с вами делаем тренировку. Тренировка 3 минуты. Мы переписываем эти вопросы. Читаем вслух первые 4 пункта телефонного звонка. Вот это вот приветствие, представление, вопрос о времени, растопку льда. И отрабатываем с Марьей ванной у зеркала. 3 минуты пошли, через 3 минуты. Отлично, молодцы. А мы идем дальше. А мы идем дальше. И вот здесь начинается кульминация телефонного звонка. Здесь мы с вами говорим интригу с интонацией интриги. Здесь очень важно чуть-чуть вытягивать интонацию. Чуть-чуть делать больше внимания на артикуляцию. Например, Марья Ивановна. То есть вы чуть-чуть делаете тише голос. Смотрите, вы чуть-чуть делаете тише голос. И говорите, Марья Ивановна, кстати, я вам звоню не просто так. У меня есть очень. Губки трубочкой. Очень. Давайте на 3-4 все вместе. 3-4. Очень. Интересный разговор. Минут на 15-20. Не по телефону. Я знаю проверенный. Видите, я делаю тише голос. Тише и медленнее. Как будто бы я заговорщик, который сообщает какую-то секретную информацию. Я знаю проверенный способ денег заработать. Разговор не телефонный. Я вам звоню, потому что вы мне показались человеком надежным и уверенным в себе. Это же так? Да, это так. Рекрутинг как соблазнение. Вот именно поэтому давайте сохраним интригу. При встрече за 20 минут все расскажу и покажу. Сейчас ничего не спрашивайте. Как вам идея? Все. Завершаем весь этот скрипт вопросом. Как вам идея? Это называется недавящий вопрос. В системе рекрусинга от А до Я я рассказываю, что означает недавящие вопросы, как их использовать. Как вам идея? Или как вам такая мысль? Что об этом думаете? Друзья, делайте скриншот. Делайте скриншот. Делайте скриншот прямо сейчас. И прямо сейчас мы с вами отработаем. То есть чуть-чуть потише. Смотрите. Кстати, Мария Ивановна, я звоню вам не просто так. У меня есть очень интересный разговор минут на 15-20. Не по телефону. Я знаю проверенный способ денег заработать. Разговор действительно не телефонный. А звоню вам, потому что вы мне показались человеком умным и надежным. Это так? Да, это так. Если она засмеялась, друзья, все. Считайте, что встреча уже договорена. Встреча уже согласована. Запомните, слушайте интонации. Если вы услышите у собеседника интонацию заигрывания, Мария Ивановна ваша. Окей, дорогие мои, побежали дальше. Идем дальше. Далее у нас идет договоренность о встрече или так называемое назначение встречи, но правильно говорить договоренность о встрече. Вам удобнее будет в центре встретиться в 16.30 или в 19.00? Она говорит в 19.00. Вы говорите, отлично, возьмите ручку и бумагу, запишите. Завтра в 19.00, улица Ленина, дом 1. Договорились? Отлично, до завтра. Вот вам, друзья, звонок, который занимает 2-3 минуты и дает сногсшибательные результаты. Я использую этот телефонный звонок последние много-много-много-много лет. Я использую этот телефонный звонок уже 15 лет, и он проверен на практике, друзья. Поэтому сегодня вы получили совершенно бесплатно обалденный результативный звонок. А более детально и подробно про интонации, более детально и подробно про, например, приглашение человека на встречу и подтверждение встреч, более детально и подробно про растопку льда, более детально и подробно про три вида вопросов вы узнаете в системе рекрутинга от А до Я. Друзья, кто узнал сегодня что-то новое, кто узнал сегодня что-то полезное для себя, отреагируйте в чате, напишите, кто для себя словил какой-то инсайт, кто получил для себя какое-то открытие, которое вам будет полезно. Отлично, отлично, друзья. Как не тратить время на тех, кто все равно не придет? Как не тратить время на тех, кто все равно не придет? Сейчас, дорогие мои, одну секундочку, мне нужно пустить помощницу по хозяйству. Подождите, а почему у нас в 11 время ограничено? Друзья, утром день встречи всегда подтверждаем контрольным звонком. В день встречи всегда подтверждаем встречу контрольным звонком с утра. Не за час, друзья, а с утра. За час вы их уже потеряете. И поэтому, если вы не будете подтверждать встречи, то помните, кандидаты как девушки. Друзья, кандидаты как девушки. Им нужно внимание. Им нужно внимание, друзья, кандидата. То дело, когда они сопротивляются и возражают. Мы об этом будем говорить на премиальном эфире для той команды, которая победит и плюс для випов. Друзья, премиальный эфир – это за то, что вам нужно бороться, потому что там мы отработаем возражения, там я вам дам скрипты, там я вам дам шаблоны отработки возражений. У меня нет времени. Мне это неинтересно. Расскажите в двух словах. Расскажите поподробнее. Пришлите мне информацию на электронную почту и так далее. Вот это все мы будем разбирать на премиальном прямом эфире. Но принципы коснемся сейчас. Первое. Когда вам говорят возражения, всегда соглашайтесь, не соглашаясь. То есть вы должны в отработке возражений одновременно и согласиться, и не согласиться. Второе. После каждой фразы задавайте вопросы. И третье, друзья, никогда, никогда, никогда не сдавайтесь сразу. Если вам сказали, у меня нет времени, или если вам сказали, мне это неинтересно, это отличный повод для того, чтобы сделать свою работу. Запишите сейчас у себя в тетрадках. Когда вам сказали возражения, работа только началась. Когда вам сказали возражения, ваша настоящая работа началась. Пример. Станислав, а расскажите в двух словах прямо сейчас, о чем пойдет речь? По телефону важно знать, что за предложение. Конечно. С удовольствием, Мария Ивановна, и расскажу, и даже покажу. Есть такая пословица. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Слышали? Да. А кроме того, барон Натан Ротшильд говорил, кто владеет информацией, тот владеет миром. Согласны? Да, согласна. Ну, отлично. Вот именно поэтому я и предлагаю увидеться. Вам завтра удобнее все же в первой или во второй половине дня? Делайте скриншот. Это пример одного возражения. Остальные возражения будем разбирать на премиальном прямом эфире для команды победителей, которая завоюет первое место. И для ВИПов, друзья. Итак, идем дальше. Принципы ответа на возражения по телефону. Первое. Соглашайся, не соглашаясь. Второе. Не сливаться сразу. Третье. Заканчивать фразы всегда вопросами. И четвертое. Использовать пословицы, поговорки, цитаты. Мы об этом будем более подробно на премиальном эфире для команды победителей говорить. Друзья, так, про переписки сегодня мы не успеваем. Это мы с вами отдельно разберем. А теперь, внимание, друзья, делайте скриншоты, чтобы потом в чате по 10 раз не переспрашивать. А то вроде рассказываю, и по 10 раз приходится повторять ответы на одни и те же вопросы. Бонусы дня. Сегодня вы делаете 10 результативных звонков по скрипту. Измеряете статистику. За каждые 10 результативных звонков вы получаете дополнительный бонус дня 10 очков. То есть, что значит результативный звонок? Это означает, что сняли трубку. Сняли трубку.